Разоценки можно публиковать либо инвесторный предприниматель, либо инвестор. Я просто утрировал специально, что инвесторный предприниматель явно не имеет своего оборудования. Он и секретарь зарегистрировался и может размещать этот заказ где угодно. Вот о чем. А конечно, вы можете даже, вот типография зарегистрировалась, но она не успевает. Телиз передал курьеру. И наоборот, пожалуйста. Здесь, короче, на этих номерах кандидатов не будет. У нас тысячи, сотни, даже десятки не будет кандидатов. Все вы будете знать, является ли то или иное лицо кандидатом или не является. Тогда вы будете понимать, что можно с человеком дело иметь внимание. И еще вопрос по поводу материалов, которые предоставляют кандидаты. Ну, разумеется, ни в одной типографии, наверное, коллеги меня поддерживают, нет профессионального юриста по части экстремизма. Но у всех как бы голова на плечах есть. Если вдруг возникают какие-то вопросы к тем материалам, которые присланы в типографию, мы можем обратиться в избирательную комиссию, переслать их и сказать... Конечно, да, можете. Если есть какие-то вопросы... Значит, два легких. С одной стороны, по всем абсолютно вопросам огромная просьба. То есть я сейчас озвучу с телефона, пожалуйста, вот прямо сейчас озвучу. 8-911-930-25-73. Григорий Михайлович. 8-911-930-25-73. Вот, пожалуйста, любые вопросы, сомнения лучше сначала спросить, потом сделать. Очень вас прошу. С другой стороны, вот конкретно, если говорить о вашем вопросе, то все-таки экстремизм – это такая вещь, которую определяет неизбирательная комиссия, к сожалению. Вот, поэтому мы можем тоже высказать какую-то свою экспертную позицию, но у нас... Тоже это у нас по закону. Это новый Располнадзор все-таки или полиция? Наверное. Суд решит. С учетом... Да. У нас были такие вопросы, когда на грани, и мы сами не знаем, как вот к этому отнесется суд. Признают, это экстремизмом или не признают. То есть, если... Значит, с одной стороны мы не можем отказать ни одному кредитату, с другой стороны мы... Можете нести ответственность, потому что неправильно не отказали. Да. Это кривизна закона, это... Да. То есть, все, что мы можем делать, и как бы давать вам рекомендации еще раз... Вы понимаете, что мы вам всегда даем рекомендации с некоторым запасом, чтобы вас максимально обезопасить. То есть, может быть, они вам даже покажутся в чем-то экстремальным, но... Как случилось с этой публикацией. Мы прекрасно понимаем, что это... Вот так. На грани. Позвольте вот этот хороший вопрос... Вот здесь, вот если... Имеет ли право отказаться... На грани. ...на грани. ...экстремель зарегистрирована в качестве... ...всполнителя... ...от предложенной работы. Вот. Официально... Вы понимаете, о чем говорят? У нас куча и есть... В лобов, там, сроки, мы не успеваем... У нас про ногу... У нас уже... Нет. Сейчас это понятно, да? И скажут... Официально мы можем... Если у вас есть возможность изготавливать это для всех кандидатов, вы это должны быть. Если у вас есть возможность, но вы отказываете, значит вы не правы. Если у вас нет возможности, скажите, мы по заказу кандидата загружены на 100%, мы физически не сможем. А также любым других заказчикам. Он не только будет на вас жалобы писать, и, скорее всего, вам кто-нибудь когда-нибудь придет и проверит, действительно, вы правду говорили или обманывали? Если вы говорили правду, что у вас нет физической возможности, ну кто вас за это поднахажет? Но если вы по каким-то иным причинам, какие случаи у нас тоже были, вы все это, наверное, знаете. Были случаи, одному мы печатаем, а другому мы отказываем. Формально это нарушение. Ну да, то есть все равно будет. Будет вопрос, на который надо будет отвечать. То есть, чтобы показывать, то надо профессионально. Да. Объективно все понятно. Да. Какие еще вопросы есть? Какие-то? Выходные данные есть, наверное, к этому требования? Что вам должно быть? Да, да. Есть много закона. Вот это вам обязательно тоже на своем сайте. Если вам не дадим, сейчас я пытаюсь найти его на улице. И разве это там шестью? Разве это нет? Нет такого? Опять же, естественно, есть общее требование, чтобы они были различными человеческими связками. Не надо шли. Все предвыборные печатные и ревизуальные коррекционные предъявления дадут служить на именовании, юридический адрес, ревизуальный номерного уплательщика организации, фамилию и имущество лица и наименование субъекта Российской Федерации района города и нового населенного пункта, где находится место и ловительство. Если я предвыборный пункт, то он живет на проспекте Миноградской Федерации, город Санкт-Петербург. Если он проживает в поселке Юки, значит, в поселке Юки, не играет с той области. Все мы собираем. Нет. А если живет из регистрированного, то регистрирует из области. Предположим, что Куластровая живет. Если живет в Куластрове, значит, Куластровый. Соответственно... То есть, выходные данные отпечатаны в типографии, так как это было? Печатанные должны содержать. Наименование юридический адрес ИНН. Если это предприниматель, то фамилия, имя, отчество и именование субъекта, где он проживает. И поселка, если это не Санкт-Петербург. Значит, дальше. Тому, кто изготовил данные материалы. Наименование организации, фамилии, имеющиеся лица, заказавшие эти материалы. У вас заказывать могут и партии, и в региональное отделение, либо кандидаты. Санкт-Петербург. И информацию о задажее на эти выпуски этих материалов, сведения об оплате и предоставлении средств соответствующих избирания. Оплачивали из избирательного фонда кандидат в парковку. Выходили по заказу кандидат в парковку. Мы вывесим просто на сайт, чтобы вам было легче сверить лишний раз. У вас нет договора? Нет доверенности. В них есть решение кандидата на назначение полномочных представителей. Проверить можно будет на сайте цикле. Проходите, смотрите. Да, Вася Пупкин является околномоченным. Да, или не является. Доверенности не предусмотрены избирательным законодательством. Какие еще вопросы? Кто-то делает, пожалуйста, нельзя. Можем мы подстраховаться так. Например, если что-то у нас заказали, чего нет в прайсе, в определенном тираже, то когда придет следующий кандидат, тот же самый попросит. Просто надо отследить эти цены и напечатать по той же цене. Если речь идет не о печатных материалах, а о чем-то другом, то можно. А если речь идет о печатных материалах, то я вам просто зачитывал эту статью, а тогда оканчивается такой фраз, к сожалению. Организация, не выполнившая данных требований, то есть не опубликовавшая расценок и других условий, не вправе считать свободу, оказывающей услуги, предоставление указанных материалов. Но если просто разница в бумаге или формате, то если в прайсе нет, то лучше не печатать. Эти вопросы спорные. Я думаю, весьма дискуссионный, но дело в том, что мы сейчас, если это федеральная избирательная компания, и федеральный закон, вам его толковать официально не надо. Поэтому мы действуем незаконно, мы превышаем свои полномочия. Все эти вопросы, на эти вопросы-ответы можно дать только ЦИК. Вот на мой взгляд, исходя из моего небольшого опыта, я считаю, что ЦИК никаких тут разъяснений давать не будет. Потому что они сейчас сами себя боятся, а вас тем более. И что-то вы думаете, что-то сочинять здесь выше их сил. Поэтому старайтесь максимально, вот как мы с чего начали, максимально подробно записать свой прайс. Дать ссылку, где есть зависимость от тиража, от материала, еще от каких-то, оцен на бумагу. Максимально больше опубликуйтесь и дайте ссылку. Чем больше вы опубликуетесь, тем меньше вы будет представлены. Все. Ну или второй вариант для вас это сделать какие-то спецпредвожения для кандидатов и соответственно. А вот кто-то мог кандидата специально? Нет, я не говорю для всех. Я хочу сказать, что мы по результатам кампании 16-го года пытались писать письма с поддержкой комиссии педерогии ЦИК. Но я должен сказать, подтверждая слова, что мы получили отписку, собственно. Мы получили законы мотивированные ответы. Да, поэтому давайте как бы не стучаться в эту дверь. Может быть мы еще раз постучимся. Кстати, вот ваше замечание, которое вы мне предложили, они более чем конструктивные. Я думаю, что мы после этой кампании, следующей, еще раз попробуем постучаться. Ну, за стук денег не берут. Начался надо и сейчас этот период кампании, поскольку только Центр-Изберком имеет право официально толковать закон. Отлично. Давайте пьем по дороге. Это ведь мы и поможем. Ладно, к нам вот, у нас субъект федерации, а к ним все пойдут в цепь. Что они будут делать, когда их понесут в такие прайсы? Отлично. Значит, мы сейчас... Готовьте письмо, мы готовы его. Письмо практически готово. Тем более. Мы уже попробуем, что мы получим опять. Потому что это, конечно, вот эта ситуация, она понятно для чего сделана. Закон трактуется так, чтобы возможность была нанекать. Ну, а как еще, по-другому-то как? Ну, а как? А что? Давайте вместе с вами... Просто эти нормы писали не полиграфисты. Вот и все. Их писали люди, которые некомпетентны в ваших действиях. А мы же вот написали письмо и объяснили. Нам сказали, что ну вот есть законодательство, и живите. И в ЦИИКе тоже. Сядь люди, которые с полиграфией, думаю, никогда не работали. И, допустим, черный лес. Мы не увидели, да, черный, а белый. Ну, будем стучаться. Будем объяснять, что они общаются. Была такая конкретная ситуация. У людей было привлекло в прайс. Шаг, по-моему, в пять тысяч. Тираж у них попадал между четырех тысячами. Тридцать три, по-моему. И пошло разночтение, почему вы так высчитали. То есть вы могли печатать только тридцать пять, либо тридцать. Тридцать три тысячи тираж выделки могли. Вот формально могут так пристать. То есть мы об этом и говорим. Формально можем пристать. Да, у вас в иных условиях... Если управлять материалом не было... Тогда была такая цена. Тогда бы... Просто это как бы... А если тридцать три тысячи тиража... Нельзя все условия описать. Мы это тоже понимаем. А если просто было написано в прайсе, цена единицы тиража от стойки-то? Это будет достаточно? И до... И до... Это вот как и Лерченко погорел кандидата. То же самое. Был тираж. Написано десять рублей. Два рубля за штучку. А он заказал громадный тираж. В результате это не два рубля за штучку, а обошлось в шесть рублей. А в шестьдесят копеек. А ему посчитали по два рубля. А здесь в чем загвоздка-то? Что он вышел за пределы... Максимально возможные пределы... ...нарушения избирательного фонда. Да. Вышел за десять процентов предельного размера избирательного фонда. И тебя могут наказать. Вообще снять с выбора. Здесь кандидат конкретно ответственность несет. А он же потом придет к вам и скажет. Ребята, вы что, из-за вас, меня тут наказывали. Деньги верните. Деньги верните, да. Вот это лагомство. Потому что написал в топографии два рубля. Значит два рубля. Независимо от тиража. Один будет экземплярами сто миллионов. Два рубля за штучку. А здесь получается, что посчитано так. Рассуждения такие, что он заплатил-то больше. То есть это все прошло как бы черным народом. Да. Он заплатил-то меньше. Он заплатил-то, допустим, сто тысяч. А по расцепленным топографиям должен был заплатить миллион. Семьсот к нему пришли, сказали. Ребята, ты человек, ты что делаешь? Где он еще семьсот тысяч? Ты их оплатил как-то не из избирательного фонда? Давай-ка мы тебя сейчас накажем. Только тогда было не разумие. Молодцы в территориальной избирательной комиссии.